Здравствуйте, друзья! Сегодня мы напишем пейзаж с церковью, с отражением, с роскошным небом. И если мы до сих пор набирали с вами краску, первую закладку краски делали на холст, достаточно мощную, распределяли мастихином, чтобы убедиться в том, что у нас достаточно вещества. Но это были больше как бы вот такие разовые сеансы. А сегодня мы попробуем вот эту акварельность неба решить тряпкой, то как мы еще с вами не делали ни разу. Вот, итак, я думаю оператор нам уже показал картину, ну фотоматериал. Работаем мы с вами с фотоматериала теперь. Итак, взял жидкость, взял белило, взял большую строительную кисть, ну или если у вас благородные кисти, можете благородную, но большую, особенно если флейц. Весь формат нам предстоит наполнить этим цветом. Это цвет неба, это цвет воздуха, то есть воздушной среды, поэтому уместно будет им наполнить этой воздушной средой, наполнить весь формат. Вы видите, строительная кисть, благодаря толщине ворса, очень эффективно производит закрашивание. Количество краски здесь тоже важно будет у нас с вами, но не в такую меру, как обычная покажем, а чуть в другую. Зелень можно добыть, допустим, голубой с желтой, поэтому уместность голубого здесь вполне приличная. Мягкая растяжка из светлого голубого на заднем плане, да, само небо, из светлого голубого переходит в темный голубой и даже начинает синить сюда под верх формата. Старайтесь вот так не красить, потому что на край зашли и брызнули за пределы формата. А лучше бы останавливать руку у края. Сметанное состояние вещества краски. Чуть влажнее, как бы кефирная сметанность. Беру теперь тряпку размером примерно две кисти руки. Делаю из нее фигушку, то есть такой тампон. Запачкиваю в краски, на полике вы видели, для того, чтобы краска не поела все вещество с холста. И начинаю распределительно, вернее даже распределять вещество по поверхности холста в районе неба. Тряпка, вы видите, слоем небольшим, но очень кроющим, такое уж у нее свойство, укладывает это вещество. При этом краски немного, то есть с ней будет несложно работать. Под самую макушку формата мы введем сейчас синий и у нас будет мягкая растяжка от синего к голубому и дальше к розовому у линии горизонта. Вы видите, очень мягко распределяет. Есть такой апокриф, когда, кажется, у Рафаэля спросили, почему вы призы уже не пишете? Он сказал, мне скучно писать то, что можно тряпкой сделать за 20 минут. Сейчас мы тоже попробуем. Возьму больше белил и можно взять небесно-голубую, можно взять цирулиум у меня и некоторым разбеленным количеством под линию горизонта подпущу. Он смешается вместе с голубым и будет что-то такое вполне себе благородное и... Здесь нас перерубает темное облако, поэтому можно растяжку здесь не выстраивать. Тряпка начала слегка кошлазиться. Поскольку нас не интересуют ее вот эти сбросы, то мы ее развернем на другую часть. Опять наполним ее веществом. Я даже подолью разбавителя, чтобы тряпка в себя взяла несколько вещества, чтобы не собирала это вещество с поверхности холста. Но хороша тряпка именно тем, что она умеет малое количество вещества распределить очень мягко, почти акварельно. Теперь у нас синий с розовым. Это облачность. Меру этого замеса выясним. Так, чтобы он был... Нет, все-таки голубой ФЦ к розовому. Чтобы он был достаточно темен, чуть-чуть темнее, чем небо здесь. И вот тряпка раздает эти прозрачные облака. Тоже очень акварельно, мягко. Ниже середины у нас вот эта нарисающая линия. Если у вас тряпка закошлатилась, то тоже поступите как я. Поменяйте ее другой стороной, еще не затертой. И так, это у нас сиреневизна, то есть голубую ФЦ с розовым краплаком. Краплак розовый прочный я использовал. И делаем его чуть темнее, чем небо здесь. И здесь тоже выскакивают из-за края формата теневые проявления этих облаков. Чуть-чуть намечу мощное темное облако. Его нос смотрит в сторону, вправо от центра, от середины. Сам штришок уже создает, вы видите, с помощью тряпки достаточно мягкие укладки. И здесь еще одно тенистое облако. Так, теперь эту тряпочку отлагаем. Возьмем тряпку размером с кисть руки. То есть, небольшая по размеру, примерно как кисть руки. Затру на палитре рабочую часть для того, чтобы применить розовые места в небе. Тоже фигушка, такой тампон. Беру берилов. Уже без разжижения. И кадмий красный светлый. И, наверное, немного розового. Распробовал тональность и цвет. И начинаю перемалывать освещенные облака на цвет красноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите, акварельный характер продолжается То есть имитация акварели маслом, как видите, возможно У нас это пока не финишные укладки, а подготовительные Но они будут очень мягкими, очень деликатными по своему исполнению И уже по-сухому мы будем их развивать Видите, тряпка прекрасные перистые облака Раздает Просто своим штриховательным прикосновением Краска очень быстро встала Потому что тряпка практически взяла в себя разбавитель Который был необходим для скорости укладки Ну и для распределительной задачи Субтитры сделал DimaTorzok